Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Мы сегодня с вами собрались на мероприятие серьезное, где нужно внимание, хорошее поведение, серьезное мероприятие. Российское правительство, 27 января. Сегодня, 27 января, объявило днем воинской славы России. В этот день, в 1944 году, была снята блокада города Ленинграда. Ныне этот город называется Санкт-Петербург. Подвигу советских людей в Великой Отечественной войне против фашистских захватчиков посвящается наше мероприятие. Прошу всех встать. Санкт-Петербург. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 свой легендарный город. Женщины копали охоту. А мальчики, которые были бывшими выпускниками и собирались учиться, стали солдатами. И вместе со своими дедушками и отцами делали все возможное, строили противотанковое укрепление, чтобы враг не прошел. Насмотря на все усилия наших войск, немцы пробились к нему. Они перерезали железнодорожную артерию, которая соединяла город со всей остальной страной. Началась блокада. За время этой блокады, которая продолжалась в 872 дня, мы в чаще историки, говорят, в лице не выявлено, это, наверное, знание. Погибло около миллиона человек. Друзья мои, вот 630 тысяч погибло не от поля ранений. Ленинградцы погибли от города. Голод и холод стали спутниками жителей блокадного Ленинграда. Город остался без электричества, без водоснабжения. Ленинградцы ходили за водой внизу. Бывать землями не было. Но город не прекращал жить. Ленинградцы жили, работали, и еще даже производили орудия для наших салтарьков. Чтобы хоть как-то обеспечить эту жизнь каждому ленинградцу, они рабочим помочь. Выдавали 125 граммов хлеба. Рабочим, ничуть побольше. 250. Но если это были воинницированные отряды, то они получали мужчины без такого хлеба. Вы знаете, хлеб с примесью поносил черный оттенок и был очень горьким. Но, несмотря на это, именно этот кусочек хлеба помог именграду в пользу. А Минская армия ежедневно, ежечасно бомбила великий город. Старалась стереть его с лица земли и чтобы памяти о нем не было. Ленинградцы ценой своей жизни пытались защитить даже на себя, на своем листе, от ценностей, которые находились в этом городе. Они насыпали крышки с песком, закрывали еще не успевшие, которые унести и спрятать статую, памятник, закрывали пешком спец... пешком спецком. Они все ценности из великого эмитажа составят бомбу верующим. Снабжать город продовольствием было очень сложно. Но, опять же, русский му, выдержка и мужество нашли выход. по заснеженной Ладоге была пробита дорога жизни. Первым по этому льду пошли пурные обороны. Но в каждом дне лед становился толще и прочнее. По этому льду пошли машины. Машины с грузом в полокабли Ленинград. Часто лед треснулся. Машины вместе с шоферами проваливались под лед. Тонули. Но, несмотря на это, ни один человек, ни один шофер не отказался везти в блокады Ленинград в груз. Всем известен факт и имя шофера Максима Твердопыла. Он в канун Нового года вез из Абхазии мандарин для ленинградских ребятишек под воду. Но фашисты тоже не дремали. И два самолета обстреляли груз с мандарином. Шофер был ранен. По сути, он должен был мандарином. Иван везти в машину. Но он новый год. А новый год это что? Велик и мандарин. И раненый Максим Твердохлеб довез эти мандарины до ленинградских ребятишек. У них был новогодний подарок для абхазских мандарин. дорога жизни спасла многим жизнь. По льду ладоги стали эвакуировать ленинградцев. для вообще для оповещения вот того, что город жил, и нужно было сообщать об этом, по ленинграду было развешано полторы тысячи громко говорили. Согналом тревоги стал звук метронома. Быстрее это начало воздушной тревоги. Медленно вытратили. ленинград ленинград называли живым видением ленинграда. unti дев дорогие друзья, давайте почти и памятим погибшим спорят. пожалуйста И вот смотрю, мне к тем очень весело как-то. Вы знаете, прошу сесть, вы знаете, мне кажется, что у меня в России такой семьи, в которой бы, наверное, эта война прошла с короной. Поэтому, дорогие мои, мне не надо ермичать при таких датах и при таких мероприятиях. Это неуважение не только к истории нашей страны, но уважение прежде всего к своей собственной семье. Извините. Зима блокадного Ленинграда на редкость, наверное, удалась. Столбик термометра показывал 32 градуса. Там опять же ленинградцы жили, работали, учились. Стояли у станков не только взрослые мужчины и женщины, но и вверх. Стояли по 24 часа в суд. Они помогали фронтовикам. В Ленинграде нарастала еще одна проблема и угроза. Это крысы и мыши, которые жаждали съесть все, наверное, продукты, которые были в Ленинграде. Оказали помощь в решении этой проблемы ярославские кошки. Да, да, именно кошки. В январе 43-го года 4 вагона с этими животными были направлены в Ленинград. Ленинградцы выстроились в очередь, чтобы получить желаемого контроля. Но уже в нынешнем, в Санкт-Петербурге, поставлен памятник этим благодарным, наверное, Ленинградцы очень благодарны этим животным. Но дни блокады и не затихала культурная жизнь города. Давал представления блокадный театр, работал в библиотеке, работал в школе. Мы сейчас говорим, ой, бы не пойти в школу. А в блокадном Ленинграде такого не было. Великий русский композитор Дмитрий Шостакович сочинил Великую Седьмую Симфонию. В истории еще не называют ленинградской или героической. И эта симфония звучала в Большом зале филармонии Ленинграда. Билеты были раскуплены всем. Ленинградцы были в восторге от симфонии Дмитрия Шостаковича. Дорогие ребята, вот Ленинград, это взрослые, это мужчины, женщины, матерь, отцы. Но это и дети. Дети, которые, как вы, хотели жить под чистым небом. Хотели учиться. Но, к сожалению, у многих это не получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Дети войны Мощный гремит метроном Ленинградский гремит метроном Дети войны Угрыбали стеклушки открытые Дети войны Воронили игрушки в пледе Никогда я забыть не смогу Крошки хлеба на белом снегу Крошки хлеба на белом снегу Веки огненным Черным воронам Налетело Нежда на белом снегу Распросяла нас Во все стороны Свет вам нас Разлучи навсегда Дети войны В городках, деревеньках примечены Дети войны Вас поют галеровские женщины Будут помнить я тысячи дней Руки близких чужих матерей Руки близких чужих матерей Заслевала глаза Ночь кромешная Падал пепел опять и опять Но спасеньем и надеждою Нам была наша Родина Мать Дети войны Стали в собственной памяти старшим Ваши сыны Этой страшной войне Не страшная Пустьänезли Мы не будут людьми Вперед в дом У нас будет сами Вперед в дом У нас будет сами Пустьяثر Пустьazon に будут люди Вперед в дом У нас будет сами Вверх дому да сбудется мир в свете войны. 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 Взрослых сегодня тревожно, В мире взрослых согласия нет. И поэтам у юных художников За ромашку и против ракет. Пусть картин наших нету в музее, Их сотрут озорные дожди. Если дружбы мы зерна посеем, Значит, всходы добра впереди. Взрослые гляньте, взрослые гляньте, Как мы рисуем на сером асфальте. Море рисуем и парус рисуем, Каждым рисунком за мир голосуем. Взрослые гляньте, взрослые гляньте, Как мы рисуем на сером асфальте. Солнце рисуем и маму рисуем, Каждым рисунком за мир голосуем.